Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют Победа была для Анны довольно горькой. Тяжело раненый Карл был отправлен в лагерь для военнопленных. Барон фондорф исчез, прихватив ее отца, а Эмиль попал под трибунал как дезертир. К счастью, за отвагу, проявленную в Реймсе, Эмиля освободили, чтобы опять отправить на фронт. 21 февраля 1916 года. На фронте наступила зима. Вернувшиеся в строй Фредди и Эмиль были направлены в окрестности Вердена. Как и всем остальным, им пришлось бороться со стужей. Прибывшая утром почта подняла солдатам дух. Но от Мари пришли дурные вести. В Сан-Миеле правили бал болезни и голод. Умерших было все больше. Но среди печальных новостей был и лучик света. Фотография внука, Виктора. Он уже вставал на ножки и учился ходить. Ну что ж, друзья мои. Хорошие и плохие новости это хорошо, но нам нужно написать нашей дочери о том, что у нас в принципе все более или менее хорошо. И том, что с ее женихом все тоже более-менее нормально. Здесь я вижу письмецо лежит. А нет, это карты. Но есть еще остальные вещи. Так, стоп. Плюта мигает. Интересно, зачем? О! Я дам тебе чернила за носки. Ага. То есть всего-то мы должны найти ему просто носки, правильно? Сейчас найдем. Так, ребята, у вас видимо нельзя спросить есть ли у вас носки, да? Ладненько. О! Здесь можно как-то? Нет, там нельзя. Кстати, у нас появился новый, новые дневники появились. Так. Я в неоплатном дал Купере данный, ведь она спасла жизнь Карлу, едва не погибшему, при падении Цепелина. Зная, что он сейчас в плену и больше не рискует своей жизнью на фронте, я наконец могу хоть немного успокоиться. Как хорошо, что ему больше не грозит опасность. Надеюсь, что хотя немцы и захватили Сен-Миэль, дела у Марии тут нормально. Как долго обычный парень может испытывать удачу? Тут поблизости есть очень большой собор, который все время напоминает мне о тебе. Меня снова отправили в часть, теперь вести поиски будет сложнее. О, мы не читали здесь, кстати, у нее довольно много сообщений. Еще один беспокойный день. На каждую спасенную жизнь приходится огромное множество потерянных. Бедные мальчики, изуродованные и скалеченные на всю оставшуюся жизнь. Я не могу оставить их одних, пусть даже все, что мне остается, это держать каждого из них за руку, пока он медленно угасает. Отца схватили немцы, целый полк явился за ним и увез на Цепелине. Бедняга, он ведь так боится высоты, им наверняка известно о его исследованиях. Отец, молю, не веди себя как герой и согласись работать на них. Я так боюсь тебя потерять. Я нашла след, который может привести меня к отцу. Те двое солдат, которых я встретил, тоже следуют за Цепелином. Сегодня я увидела, как разбился Цепелин и очень испугалась. К счастью, отца на борту не было. Барон уже увез его на самолете куда-то еще. Я спасла жизнь зятю Эмиля, но парня вскоре отправили в лагерь военнопленных. Его ноги были в ужасном состоянии. Я поеду вместе с ним и постараюсь проследить за тем, чтобы все было в порядке. Вот такие вот факты. Мыло? Мыло нельзя взять. Хорошо. Что, нельзя хлеб взять? Может я хочу? Ага. И поржал давно. Ладненько. Можно сюда пройти? Нет, нельзя. Хорошо. Так, а ну-ка дай-ка хлебушек. Молодец. А вот так? Перо! Слушайте, вот как можно было просто добыть перо. Частично мы выполнили наше задание. Но... Молодец, молодец, да. Но где мне найти оставшиеся несколько частей? Например, где же мне найти носок? Да, мне уже предлагают открыть меню подсказок. Но я думаю, я надеюсь... Почти надеюсь на то, что я все-таки справлюсь без него. А, вот носок. Как я его мог не заметить? Макеюшки. Ладно. Пройдем чуть дальше. Все? Тебе был нужен носок? Получай. Что, тебе не нравится, что он грязный? Ты что, издеваешься, что ли? Бери давай. Бери! Ага. Ладно. Пойдем делать носок чистым. Так. Что нам для этого нужно сделать? Что? Че? Почему нельзя? Ха! Я их обманул. Они отвернулись. Я, короче, бросил туда носок. Вот, видите? Вот так вот можно обманывать людей. И в итоге они помыли мне носок. Окей, носок чистый. И теперь я надеюсь, он спокойно согласится на то, чтобы нам таки его принять у нас. Все, забирай. Что? Я тебе не... Ты издеваешься, да? То есть тебе нужен абсолютно еще и сухой носок. Хорошо. Положим его посушиться. Ну, теперь-то я надеюсь, у тебя с носком все нормально, да? Слава тебе, Господи. Моя милая дочь. Я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он все еще в лагере к югу от Реймса. Надеюсь, мне все-таки разрешат его повидать. Спасибо за фото. Оно много для меня значит. Ой-ой-ой. Походу, ребята, у нас проблемы. Ой-ой-ой. А почему у меня он не двигался почему-то в левую сторону? Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим. О-оу. Сверху плохая штука. Так, мы нашли каску. Сюда нельзя, сюда нельзя. Нужно быть-то, ребят. А еще вниз один человек. Так, вот так. У-у-у. Надо аккуратненько смотреть, чтобы не попасть под снаряды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что плохо-то? О-оу. Чуть-чуть попал. О-оу. Если эта хрень рванет, будет очень плохо. Срочно, крути. Крути. Подымай нас. Будет очень-очень-очень-очень плохо, если она взорвется. Ух. Ух, мидро уклонился. Ух, мидро уклонился. Так, тут, вроде бы, есть возможность спастись. Ну вот, командир нам сказал в атаку бежать. Первым делом мы возьмем свисток и на самом деле посчитаем исторические факты по фактам. Фронтовой рацион. Бесперебойная поставка продуктов питания миллионам бойцов была настоящей головной болью для тех, кто занимался снабжением. Сбои в системе часто остановились причины голода и, что еще страшнее, жажды бойцов передовой. На западном фронте рацион солдат состоял из хлеба, риса, супа и небольшого количества мяса и сушеных овощей. В бою британцев был включен алкоголь. Русская полевая кухня отличалась наличием большого количества каш, часто варили щи, изредка добавили рыбу и сало. Однообразная пища быстро надоедала, поэтому посылки с домашней едой приводили солдат в огромный восторг. 18 месяцев спустя, за первые 18 месяцев войны, линия западного фронта почти не изменила своющие стороны. Засели в окопах и траншеях, пытаясь отбили друг у друга хотя бы клочок земли. Переход к войне на истощение сделал боевые действия 1915 года, в которых пострадало немало мирных жителей наиболее кровавым. К концу этого года началась ощущаться нехватка живой силы и провианта. Боеприпасов же не хватало просто катастрофически. Восточный фронт, на котором вела войну Россия, был более тяжелым, и боевые действия на нем имели менее позиционный характер. Тем не менее, также возникли аналогичные проблемы. Колючая проволока Колючая проволока появилась в 1874 году и использовалась еще до войны. Однако, именно с начала оппозиционных действий Первой мировой она получила повсеместное распространение. Тысячи тонн материала уходили на возведение ограждений на нейтральной территории. Солдаты отчаянно искали способы борьбы с проволокой, использовали обыкновенные кусачки или срывали ее с помощью крюков. Самым эффективным средством в итоге оказались интенсивные артобстрелы. Разлагающиеся трупы солдат, висящие на колючей проволоке, стали одним из самых известных символов жестокости войны. Верден. Битва, которую на рассвете 21 февраля начали германские войска, намеревавшиеся прорвать фронт Анты, продолжалась долгих 300 дней. За это время отдельные стратегически важные позиции по нескольку раз переходили из рук в руки, пока французы наконец не начали склонить исход сражения в свою пользу в битве при Вердене. Концентрация потерь оказалась самой высокой за все годы войны. На площади менее чем 158 квадратных километров погибло 600 тысяч солдат. Награды. Наиболее известной французской наградой Первой мировой войны стал военный крест. Около 2 миллиона награжденных германской железный крест и его получили около 5 миллионов бойцов. Основной наградой для русских солдат стал еще один крест, Георгиевский. Не менее чем 1,5 миллиона награжденных британских бойцов массово награждали медалями, которые даже получили иронические прозвища. Зернышко, Скрип, Вилфред по именам героев популярного комикса. Так называли звезду за военную кампанию 1914-1915 годов. Ее получили 2 миллиона, военную медаль 6,6 миллионов и межсоюзную победную медаль 5,7 миллионов. По поводу остальных мы почитаем чуть попозже. Бежим в атаку! Двигай. А нет, в другую сторону. Окей. Так, перекусим. Отлично! Как мы помним, снаряды это довольно опасная вещь. О, мы стали герои. На всякий случай возьмем эту палочку. Мало ли, вдруг пригодится. Балки. Балки, балки, балки. Мы взяли монетку. И мы взяли письмо. Не знаю, что это за монетка, но думаю, она нам, наверное, пригодится. Колючая проволока, перекусываем. Хотя эта часть, я похожа на какую-то шестерню или... Что-то такое типа. А, это колесо. Вот оно что. Видите, это просто колесо для... Для уничтожения... ...переграды. Все хорошо. И... А, вот теперь мы можем... ...взбить. Отлично. Как гранаты не взорвались, я не понимаю, но, наверное, так и надо. Думаю, а то и не хватит. Чувствуешь себя каким-нибудь... ...червяком. Помните? Это была очень отличная игра в свое время. Так. Ну, ты должен же остановиться. Не могут же... Да. Не могут же, говорю, у тебя быть бесконечные снаряды. Чих-чих-чих-чих, ребят, не спешите. Так. Пошли. Хорошо, я сам пойду. О-о-о-о. Так. Надо как-то помочь ребятам. Я не уверен, что все они смогут пройти. Но. А, это была, видимо, глупая идея. О! Нужно закидывать.